В преддверии Дня Победы в каждом поселении Белореченского района проходят торжественные мероприятия. Сегодня в станице Пшевской на мемориальном комплексе славы собрались люди, которых называют «дети войны». В 41-м они были беззаботными мальчишками и девчонками, но Великая Отечественная разрушила их детские мечты. Вместе с белореченскими пенсионерами в Пшевском поселении побывала наша съемочная группа. На торжественном митинге, приуроченном к 72-й годовщине со Дня Победы, главными гостями были дети войны, приехавшие сюда сегодня со всего района. Великая Отечественная война искалечила тысячи детских судеб. Сколько их было убито, угнана на чужбину, умерла от голода. Страдания, голод и смерть воспитывали не детскую ненависть к врагу, смелость, стремление к подвигу. Действительно, в одно мгновение вы стали взрослыми в те далекие 40-е годы. Именно вы сегодня еще можете донести до нашего поколения ту правду Великой Отечественной войны, ту правду героизма нашего русского солдата, ту правду тружеников тыла, которые вы, дети, малые дети, трудились в сельском хозяйстве, на фабриках, на заводах вместе со своими родителями. То, что вы сегодня делаете и сделали, вот это ваше шерстье, будем говорить, да, это ваша дань памяти, это нашим детям, чтобы они знали и видели, потому что очень сложное и очень трудное время наступило. Конечно же, слава героям и вечная память тем, кто не вернулся, а вам живым здравиям на многие-многие-многие лета. Своими воспоминаниями поделились участники митинга. У Веры Семеновны Катониде отец не вернулся с войны. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Войну помню, как закончилась война. Самолеты эти летали, бомбили. День Победы помню, когда бабушка ишла, и говорит, закончилась война, передали сейчас. А мы и шли, желуди собирали на седьмом километре, с желудей варили мыло. Радость была большая, когда узнали, что закончилась война. Пелагея Георгиевна рассказывает, как тяжело приходилось их семье во время войны. Но понять, как приходилось ее матери, она смогла только спустя годы. Отца своего, не помню ничего. Ушел он на фронт и не вернулся. Нас осталось трое у матери. Помню, как мать получила вот эту похоронку. Очень кричала, плакала, как жить дальше будем. На улице мы жили, все такие поставались дети. И все, мечтали, как вот мой отец придет, и как нам будет хорошо жить. Всегда ждали. Петр Федорович не может сдержать слез, вспоминая, как в их семье узнали о смерти отца. Шли в бой колонной, и шальная, как осколок, разорвал живот. И он упал, а воды не было во фляжках. Он вышел со строя, побег воды, пока принес, он готовый. И знает, что будут следом эти танки, у него как-то надо. Ну, кугорок отпалок. Помню, что мать получила, ну, письмо. А чего, мы же не соображали еще. Это, заплакала. Трагедия не обошла стороной ни одну из этих семей. Теряя близких, они наравне со взрослыми переживали все тяготы военных лет. И этот митинг – еще одна возможность собраться вместе и доказать. Никто не забыт, ничто не забыто. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.